...свои права на один из самых многообещающих проектов жанра 3D-экшен Риот. Реакция Microsoft, бывшего издателя игр от Monolith Studios, пока неизвестна. Впрочем, предгадать ее очень легко. Сами разработчики говорят, что они создали уникальную технологию и революционный трехмерный движок. А также вполне явственно намекают на то, что они сами хотели бы издавать свою игру. Нам пока остается подождать и узнать, чем закончится маленький спор между Monolith и Microsoft. В Quake 3 будет издаваться Activision. Что, конечно, не сенсация, но вместе с официальным объявлением об издании новой игры от ID Software, Activision заявил, что Quake 3 будет рассчитан исключительно на компьютеры с 3D-акцелераторами. А также, что продажи Quake 2 достигли 850 тысяч экземпляров. Nintendo of America раскрыла перед широкой общественностью список игр, которые она намеревается показать на выставке E3. До открытия которой остается всего две недели. Впервые на мировом рынке вне пределов Японии будет продемонстрирована Zelda 64 в полностью играбельном варианте. Все желающие, отстояв многокилометровую очередь, смогут посмотреть, что же представляет собой эта суперигра. Помимо этого на стенде будут демонстрироваться F-Zero X, Twelve Tales, Bomberman Hero и другие. Список внушительный, если не сказать больше. New World Computing сообщила, что полностью завершила работу на долгожданной RPG Might & Magic 6 и выслала золотой мастер-диск в печати. Так что в течение нескольких недель игра должна появиться в продаже. Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Около месяца назад компания 1С выпустила новую игру «Дальнобойщики. Путь к победе». В основу сюжета легла столь романтическая идея грузовых перевозок на тяжелых грузовиках. Итогом этой работы стало появление детального автосимулятора с элементами стратегии. Вам предстоит проехать по множеству самых разных трасс и доставить по назначению груз. В зависимости от количества груза и скорости доставки вы получите соответствующее материальное вознаграждение. В итоге, начиная игру на простом диле и при достаточном мастерстве игры, вы будете в состоянии заработать денег на более мощную машину, например, Volvo, и участвовать в более сложных заездах. Не менее интересным и уже нашумевшим отечественным проектом является другая совместная разработка компаний Naval Entertainment, Buka и 1С. «Аллоды. Печать тайны» создана на стыке жанров стратегии реального времени и ролевой игры. Фантастический мир, в который нас погружают разработчики, насыщен магией, невероятными монстрами, тварями и извечной борьбой добра и зла. Здесь нас ожидают самые невероятные приключения, удивительное оружие, волшебные заклинания, с помощью которых вы можете равновесить стихии и привести гибнущий мир гармонии. Обзор новостей компьютерных игр подготовлен совместно с компанией 1С и журналом «Страна игр». В студии была Татьяна Осекина. Встретимся через неделю. Компьютерные игры завершают нашу программу. Но прежде чем предоставить слово Александру Строеву, несколько слов о нашем конкурсе и о том призе, который вас ждет. Поскольку подавляющее большинство пользователей с английским языком, к сожалению, на «вы», а большинство компьютерной информации, как это ни печально, излагается именно на этом языке, я уж не говорю о геймерах, им так просто беда. Все файлы «Help», «Ридми» в свежевзломанных играх только по-английски. Так вот, в помощь всем страждущим и ждущим этот маленький карманный электронный словарь «Language Teacher ER96IR». Для юных геймеров этот словарь имеет 180 тысяч слов. Неправильные глаголы, идиомы и так далее. Кроме того, в нем уже есть знакомый вам инфракрасный порт, через который вы можете обмениваться сообщениями на расстоянии, например, записками на уроках. Сейчас, кстати, попробую послать этого приза после рубрики «Игры». Читаю. Начинай уже. Как скажешь, Володя. Как скажешь. Ты идиот! К бою! Ты должен меня встретить! Давненько мы не встречались с вами в честном поединке. Так чтобы один на один только ты и твой верный кольт, а напротив отвратительная лисья морда. Фу, слава богу. Фу, в последнее время мы как привыкли. Обвешивался магнитными ловушками, прихватил парочку бластеров, уселся в звездолет и поливай гада, столько времени от времени сверяясь с бортовым компьютером. Эх, тоска! Ну, слава богу! Есть еще на свете романтика, и есть еще компании, которые чтут традиции верности и благородства. Ну, как тебе это? Как насчет повторить? Конечно, приятель. Налей мне двойной. Компания Динобайт и С-1 порадовали старого бродягу и произвели игру, в которой можно походить, поговорить с умными людьми, пропустить стаканчик другой пепилы, ну и пострелять, если что не глянулось. Итак, вы молодой задиристый ковбой, которого каким-то ветром занесло в раскаленные пески Нью-Мексико. С вами верный конь, кольт и пара монет в кармане. Городишко, в которое вы приехали, такая дыра, что и говорить-то не хочется. Салун, три лавочки, похоронная контора. Вы заходите в салун и заводите непринужденный разговор. Как насчет немного посотрясать воздух? Давай, сыграй что-нибудь бодрое. Очень рекомендую вам попробовать фирменный коктейль Дыхание Дракона. Мне уже лучше, гораздо лучше. Вот после него-то для вас все и начнется. Мой совет. Поберегите патроны, они вам еще пригодятся. И второй совет для самых горячих. В этом городишке не любят, когда приезжие хамят. Поэтому следите за текстом. Убери-ка свой жирный зад и дай им не пройти. Окей, приятель. Ты сам запросился. Управление до смешного простоя. Щелкайте мышью на предмет или на собеседника и вперед. Кнопка Tab позволяет класть предметы в карман и вынимать их при необходимости. Системные требования еще смешнее. Приключения Текилы и Бум-Бума.